Очень приятно быть на паркете опять, играть за команду и надеюсь помогать команде с каждым выходом, что буду делать. И главное, что мы выиграли. Да, ну конечно Одесса проиграла игру, которую она должна выигрывать на выезде с Черкасы. Не должна, но с них стребует. И они были сегодня опасны в том, что уезжать домой без побед они не хотели. Это видно было, что они хотели. У них все есть в команде, есть большие, есть очень хорошие два разыгрывающих. Так что я думаю, что они все-таки еще физически, из-за того, что физически они послабее, они не могли использовать свои хорошие качества. Это мое такое показание по чувствам. Как Андрей? Будет он получать, например, в воскресенье чуть больше времени? Ну да, я знаю его эмоции, потому что я сделал так, что у меня не было шансов ему больше минут дать, чем пять. Потому что я знаю, что он пойдет до конца. И хотел, чтобы первый раз он выдохнул и так далее. Уже все равно два подбора взял за пять минут. А пять, это его самое главное. Успел промазать под кольцо, это тоже его временами бывает у него. Так что да, конечно будет вливаться и уже будет полноценный. Я думаю, они были лучшие команды в нашей жизни. И я думаю, что наш goal был не позволить их не получать offensive rebounds и потом остановить их трансляцию. И, вы знаете, чтобы они получали их earned buckets на каждой позиции. Я думаю, что мы были очень хорошие трансляции в конце концов, где мы были только четыре в поле, но мы были очень много раз, особенно в конце концов, где они получали easy transition baskets, где мы не получали их трансляции, и не получали их трансляции. И, вы знаете, они имеют хорошие игроки, и, вы знаете, мы не можем позволить это случиться, если мы получали возможность победить этот матч. Брайан говорит, что взагалом план был такой, чтобы не дать будильнику брать подбирание в нападе, не дать им развиваться в переходах, в транзитах. И говорит, что в целом это не удалось. В общем, он сказал, что будильник будет накрашенкоманды чемпионат. Если эти два момента не проконтролировать, не дать до лады, то тяжело перемогти. Ну, это значит, что там были моменты, когда Одесса вернулась, но в целом, вот именно выбирание в нападе будильника, и, соответственно, потом очки после этого замолвили, это результат. Вы знаете, когда ты играешь против такой команды, укомплектованной очень хорошими, высокого уровня игроками, с высококлассным тренерским составом, то на первую очередь выходит минимальное количество ошибок и тысячепроцентная самоотдача. Какой бы у тебя не был план, если ты проигрываешь в элементарных вещах, защите один на один, неправильно принимаешь решение в нападении, сразу в транзицию убегает будильник, проигрываешь подбор на щите, то, в принципе, нужно начать планировать игру с того, чтобы не уступать в первую очередь вот в этих вот моментах. Потому что против команд уровня будильника нужно играть максимально собранно, максимально сконцентрировано и не давать им дополнительных шансов. И так шансы, скажем так, на боке или сбоку будильника, а если ты им даешь еще огромное количество дополнительных шансов, то выиграть у такой команды, тем более в гостях, практически невозможно. Это было и сегодня. Когда мы были сконцентрированы, когда мы выполняли, скажем так, установки, стояли на правилах, были какие-то неплохие моменты. Как только пошел разброд в нападении, сразу были наказаны транзишеном. Как только начали проигрывать один в один, дал хороший сплеск Рэндалл своими индивидуальными движениями, потом хорошо попал Коннев. И нашлись в будильнике игроки, которые, скажем так, в период застоя выходили и вели за собой команду. Ну, как-то так.